Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Мы в Израиле, путешествовать по этой стране интересно и чудесно. Ведь это сторона Библии. Я стою на высокой горе, где есть остатки древней крепости. Дорогие братья и сестры, слева от меня располагается долина Иордана, а справа — гора Преображения. Отделенная от цепи красивых гор, и здесь открывается вид на гору Кармель. Когда я ехал сюда в автобусе, я думал о том, что Бог являет здесь сверхъестественные знаки. А теперь мои святые братья и сестры — участники в небесном звании. Сегодня мы рассмотрим тему о служении сильных и мощных ангелов народу нашего Господа Бога. Опорным словом будет «Мицпа», которая есть в 31 главе Книги Бытия. Если вы помните, то несколько лет назад я говорил о завитии в Мицпе, заключенном Иаковом и его тестем Лаваном. Друзья, сегодня я покажу вам, как ангелы, посланные Богом, защищают людей, и что нам нужно делать, дабы ангелы помогали нам, и как с этой целью искать лица Божьего. Пожалуйста, запомните все эти нужные вам принципы и слова. Не пропустите то, о чем я буду вещать в этом выпуске. Давайте откроем 31 главу Книги Бытия. Тут Иаков в Сирии вместе с тестем Лаваном. Он работал на него целых 20 лет. За 20 лет дядюшка переменил плату 10 раз. 7 лет Иаков работал за дочь Лаван и Рахиль, чтобы жениться на ней, но Лаван обманул его. В первую брачную ночь Иаков проснулся, и рядом оказалась другая, старшая дочь дяди. Дядя сказал, если хочешь еще дочь, ты должен работать еще 7 лет. Представьте себе, он был готов работать за нее столько лет. Иаков любил Рахиль очень сильно, что срок отработки показался ему несколькими днями. Священная Библия говорит, что после того, как он женился на ней, и у них родились дети, Господь Бог сказал Иакову, вернись в обетованную землю. Послушайте меня, ведь я скажу важное. В данном повествовании Бытия Рахиль — любимая жена Иакова. Алия — нелюбимая. Друзья, это Рахиль совершает странный поступок. Рахиль идет в дом и крадет всех башков и стуканов своего отца Лавана. Рахиль кладет из воения под верблюжие седло. Они убегают ночью, а когда просыпается утром Лаван, он начинает гневаться. Иаков забрал обеих дочерей с внуками и, ничего не сказав, тайно покинул его. Лаван собирает людей и отправляется в погоню. Когда он истигает Иакова, Бог говорит Лаван, «Послушай, не делай этому человеку ни зла, ни добра». И здесь есть интересное откровение, которое вы, возможно, не знаете. Он зол не только из-за того, что Иаков забрал дочерей с внуками, но и из-за того, что кто-то похитил его идолов. Равинская мысль осуждала идолопоклонство. Идол — это лишь предмет, и на молитву он не ответит. Равины-комментаторы оставили интересное пояснение о том, почему Рахиль взяла идолов ее отца. Комментатор говорит, что Лаван испрашивал советы от идола, чтобы получать от него информацию и знания. Некоторые полагают, что они боялись. Если они убегут, то Лаван поговорит с идолом, и божество даст ему знания через откровение, куда спешит Иаков с семьей, и они окажутся в опасности. Если Библия так не говорит, это лишь мнение Равинов. Иаков произнес необычные слова. «Лаван, обыщи все наши вещи, потому что никто не брал твоих идолов». Он не знал, что Рахиль украла башков Лавана. Начался обыск, и люди дошли до верблюда Рахиль. А Рахиль сказала Лавану, «Не могу встать, у меня женское недомогание». Рахиль якобы нечиста, и при этом сидит на седле, где спрятаны идолы. «Мои дорогие друзья, а вот что важно признать и отметить, так это то, что патриарх Иаков сказал Лавану во гневе. «У кого из наших людей найдутся твои боги, тому не быть в живых». А теперь поговорим на непростую тему, а потом обязательно вернемся к вопросу об ангелах. Проклял ли Иаков свою жену, когда сказал эти слова Лавану? Если читать Библию дальше, то позднее этих идолов обнаружили и закопали их под деревом, и вскоре жена Иакова Рахиль умирает после того, как рождает Вениамина. «Рахиль умирает, ее хоронят под деревом Вифлеем». Вспомним реплику Иакова. «Лаван, да будет проклят тот, у кого найдутся твои идолы». Прежде чем сказать что-то, хорошенько обдумайте ответ. Я обязан каждый день напоминать себе этот принцип. Жена патриарха Иакова, Рахиль, сделала три преступления. Номер один — совершила кражу, номер два — забрала идолов, номер три — обманула отца. Итак, эта Рахиль была особенной женщиной. Она родила нескольких сыновей, среди которых Иосиф и Вениамин. Когда племя разделилась, Вениамин остался верен Иуде, а Иосиф спас евреев от голода. Когда стал высокопоставленным человеком в Египте, когда он стал премьер-министром этой страны. Дорогие зрители, что же получается в итоге? Когда они вошли в обетованную землю, Иаков произнес следующие мысли. Иаков сказал родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там, на холме. Смотрите. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа. А Иаков назвал его Галаадом. Давайте переводить на иврите. «Гал — это куча камней». То есть это куча либо камней, ну, либо просто памятник. И сказал Лаван, «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя Галаад, также Митспа. А того, что Лаван сказал, да надзирает. Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Я называю это заветом Митспы. И этот договор связан с ангельской защитой. Я открыл 31 главу книги Бытия, и в 41 стихе место наречено Митспа, что переводится как «Сторожевая башня», с которой наблюдают за окрестностью. Заметьте, Иаков и Лаван возвели холм из камней, чтобы Творец неба и земли видел это сооружение и помнил об их уговоре. А Лаван потом вернулся в Сирию. Может быть, Лаван не увидел холм снова? Иаков держал путь в обещанную землю, и, может быть, и он также не увидел тот холм опять. Зрители, вот одна немаловажная подробность. Эти камни видел Всевышний. И пусть Господь Бог наблюдает за тобой, и пусть наблюдает Он за мной. А теперь посмотрите, как завет в Митспе начинает действовать сразу же после его заключения возле каменного холма. Мы находимся в 31 главе Бытия, и, пожалуйста, запомните то, что я читал с 46 по 49 стих. Давайте посмотрим на 55. «Наутро Лаван поцеловал внуков и дочерей, благословил их и отправился домой». Так вот, мы прочитаем следующий стих новой главы. «Иаков продолжил свой путь, и его встретили ангелы Божии». Он возвращается в Обещанную Землю и внезапно встречает их. Почему же он встречает их там? Ангелы встречают Иакова потому, что скоро он встретится с главным врагом. А со своим главным супостатом он общался 20 лет назад. Этого основного недруга Иакова зовут Исав. Наш Иаков был на пути в Обещанную Землю, и он не знал, какой реакции теперь ему ждать от Исава. Исав хотел привести с собой группу людей. Он мог взять кучу мужиков с собой и вытащить меч из ножен, и убить Иакова, убить его жен и детей, и отомстить за то, что его брат украл у него благословение и первородство 20 лет тому назад. Когда Иаков увел благословение и первородство, то Исав был так зол на отца и мать, что он вступил в брак с хитеенками. Эти девушки были язычницами, поэтому Исак и Ревекка настрадались от них. Библия говорит, что ангелы Божие встретили Иакова в обетованной земле. Возможно, это были ангелы, ставшие по виду людьми. Библия говорит, что люди сталкивались с ангелами, не зная этого. Это была армия посланников самого Господа. Смотрите, ангелы встретили Иакова в обещанной земле после завета между Лаваном и Иаковом, Знаком чего стал каменный холм в Мицпе. Но когда Иаков встретился с Исавом, создалась совершенно другая ситуация. Они встретились и заплакали. До этого Иаков приготовил подношение своему брату, о чем подробно читайте в Бутии. «Брат мой Исав, я был обильно благословлен, и у меня больше, чем достаточно. Посему возьми сих животных, как дар от меня». Исав в ответ сказал, «У меня все есть, не нужно благословлять меня и дарить все эти подарки». Мне стало интересно, зачем Иаков преподнес в дар родному брату Исаву животных. А ответ таков. Тогда еще не было храма, и еще не было скинии Моисеевой. Если мы вспомним, то когда Иаков покидал обетованную землю, то у него было видение лестницы, спустившейся на землю. Она называлась «вратами в небо», и патриарх попросил Бога, «Если я вернусь в землю невредимым, то отдам тебе десятую часть всего». Не было другого человека, который бы также отдал десятую часть. Нет описания того, что принес Иаков, и он отдал своему брату Исаву своего рода мирное приношение, опасаясь за месть из-за своих прошлых грехов. Удивительно. Послушайте важное сообщение. Является ли с Заветом договоренность о том, что Бог будет наблюдать за Иаковом и Лаваном, покуда они далеко друг от друга? Я покажу вам фотографию моего красивого седовласого отца, Фреда Стоуна, которого я очень-очень люблю. Который был одним из самых выдающихся людей Божиих из тех, что я только знал. Никто не молился столько, сколько он молился. Я могу рассказывать часами о служении моего папы. Я помню две вещи об отце. Я 18-летний евангелист, проповедовал и ездил на автомашине в Нью-Йорк. Тогда не было ни мобилок, ни GPS. Многие из вас помнят, что нужно было иметь карточку для таксофона. У меня была карта города и советы пастора, как добраться до места. После нескольких лет евангелизации я заметил, как сильно посидел мой папа. У отца седина была серым оценком. Однажды отец спросил, «Видишь мою седину, Перри, все это из-за тебя?» Я ответил, «А почему это из-за меня?» Он сказал, «Да потому что я ночами молился о тебе, когда ты всю ночь ехал из Тоскалузы, что в Алабаме, в Вирджинию-Бич, что Вирджиния. Перри, ты отправлялся ночью и ехал на юг, в Мэриленд». Я бодрствовал за рулем всю ночь, и отец сильно тревожился за меня. Однажды я ехал из Шарлотт-Вилля, ребята из Вирджинии в курсе, о чем я говорю. Я был сонным, съехал с дороги, и в 6 утра я уснул. В те годы не было мобилок, было 9 утра, но я не мог позвонить встревоженному отцу. Он звонил в полицию, чтобы они нашли меня. Надо было остановиться у автомата и позвонить ему. Но я просто не догадался этого сделать. Разумеется, все подобные случаи я не смогу рассказать, лишь поведаю о трех поездках, когда отцовская молитва защитила меня, потому что мой папа все время просил Бога послать ангела своего на защиту мне. Много лет назад я ехал из Тоскалузы в Миссисипи. Я проповедовал неделями и сильно устал. И мне предстояло ехать в машине за рулем 4 часа из Тоскалузы в Миссисипи. Я дремал за рулем, мне еще предстояло проповедовать, и нужно было при этом ехать. Интересно то, что когда я во время езды начал засыпать, я съехал на левую сторону дороги. Тогда еще не было углубления в шоссе, которые помогали проснуться. Я проснулся после того, как меня толкнули рукой между лопатками. Причем в автомобиле никого не было. Что же это было? Я уверен, что Бог послал ангела, чтобы он толкнул меня и разбудил. Я ехал по направлению к мосту со скоростью 90 км в час. И уж точно, ваш Перри разбился бы насмерть. Я хочу научить вас молитве, которой молился мой отец. Когда вы отправляете своего ребенка в школу, в ней могут оказаться люди с оружием. Когда вы отправляете сына студента в колледж, в общежитии могут стрелять. Это было в Вирджинии, где я вырос. Дорогие зрители, есть еще много таких ситуаций. Допустим, дети идут в магазин и не возвращаются домой. Спросите Бога, «Я родитель, и что мне делать?» «Я родитель ребенка-подростка, я дедушка-внука». Когда ребенок тинейджер, не все в его голове работает так, как мне хочется. Он пропускает мимо ушей мои советы. Никогда не забуду то, как молился мой папа. Каждый раз, когда он возносил мольбу Господу Богу, он всегда стоял на коленях. Всегда начинался «Отче наш», и еще он молился на иных языках. Я помню содержание его просьбы. Он называл имена своих детей в порядке их рождения. Даяна Руфь. Руфь — это ее второе имя. Не знаю, почему папа так звал Даяну. Потом он называл мое имя, потом моего брата Филиппа, ну и, конечно же, Мелани, потому что мама родила четырех детей. Мой чудесный отец молился так. «Милостивый Бог Отец, прошу тебя во имя Господа Иисуса Христа, огради моих детей от всякого зла, опасности и несчастных случаев, которые могут сделать детей инвалидами, когда мои ребятишки вдали от меня». Я и все мои домашние чувствовали так, будто нас окружало неприступное ограждение. Когда мы были в поездках, папа считал, что нам нужна защита, потому что я был проповедником с 18 лет. Я уезжал из церкви в 10 часов и ехал 7 часов без остановки. Любой отец молился бы так. «Сынок и доченька, не будьте такими безбашенными, как ваш папа. Не водите авто ночью, и не приезжайте поздно». Ведь родители знают. Когда сын припозднился на полчаса, они тревожатся. «Где ходит мой сын?» «Знаете, когда наступал вечер, а я опаздывал домой, я видел скорую помощь или полицию, я слышал сигнал прибытия этих служб, и я ненавидел его. Примечательно то, что я не знал этих сотрудников лично, но в моем сердце я знал, кто-то попал в беду. Я узнавал их по звуку сирены. Итак, я назвал молитву Отца молением у Мицпы. Дорогие телезрители, родители, слушайте внимательно. Эта молитва высвобождала ангелов-защитников для охраны его детей на любом месте, чтобы оградить их от зла. Это зло могло выражаться также и в нанесении вреда самому себе. Она ограждала их от опасности и несчастных случаев. Не знаю, откуда папа взял эту молитву, но я постоянно слышал, как он произносит ее. Три раза я был на грани смерти. А еще наша семья чуть не погибла в аварии, которая произошла в Западной Вирджинии. Мой папа ехал в Форде Меркьюри 1961 года выпуска. Я был маленьким, но удивительно, что я запомнил следующее. Перед аварией я стоял между папой и мамой и держался за них. Папа сказал маме, посади Перри в кресло, чтобы он не вылетел к ветровому стеклу. Мама усадила меня, а потом папа заехал на холм, и там, на шоссе, стоял грузовик, водитель которого опускал боковое стекло и болтал с девушкой. Папе нужно было пропустить авто, и тут возник грузовик. Что делать? Врезаться или сдать в авто позади? Папа врезался в машину, ехавшую позади. Я ударился о панель приборов так, что слетели ботинки. Я лежал среди осколков, а моя мама сломала челюсть и разбила колено. Никто из семьи не погиб, и это божье чудо. Мама подумала, что я умер, но она увидела, что я вздрогнул. Она сказала, «Бог, пусть сын выживет». Я вздрогнул, и она вытащила меня из стекла, а я бормотал, «Где мой ботинок?» «Ты чуть не умер?» «А думаешь о каком-то башмаке?» Я еще помню, однажды папа зачем-то сказал, «Перри, я всегда молюсь о защите». На следующее утро олень пересек полдороги, остановился перед нашим автомобилем и уставился на меня. Папа был весельчаком. Он посигналил оленью и крикнул, «Ты напал на меня. Если не сойдешь с трассы, тебя оштрафуют». Отец вышел из машины и начал выталкивать оленя. Папа сказал, «Я задержался там на минуту, и благодаря этому не произошла авария». Возможно, Бог поставил оленя, чтобы мы не врезались. Когда-нибудь мы узнаем правду об этом. Одно могу сказать точно. Много раз мой отец молился, и наша семья видела защиту Божию посреди опасных ситуаций. Мой папа творил ходатайственную молитву и просил Господа Бога защитить нас ангелами своими. Давайте вспомним слова Лавана. «Пусть Бог наблюдает за нами, пока мы вдали друг от друга». Заключите завет Мицпы или завет дозорной башни, которая есть в бытии. Если ваш сын будет служить в армии, или если там служит супруг, пусть Бог наблюдает за вами, пока вы не видите их. Каждый день молитесь. Бог наблюдает за нами обоими. Когда мы пребываем на святую землю, то вот как я молюсь. «Небесный Отец, пока меня нет дома, пожалуйста, позаботься о нас, о домашних, о служении и о близких. Я не хочу, чтобы произошло то, из-за чего надо вернуться в США и прервать телесъемку». Друзья, важно знать, что у Всевышнего Бога есть ангелы, которые выполняют его поручения и задания, потому что в Святом Писании сказано, «Ангел Господа ополчается вокруг боящихся Бога и избавляет их». Бог открыл глаза слуги Елисея, и он увидел на холме огненные колесницы и кони. Библия много говорит об ангелах. Ангел освободил Петра из тюрьмы. Ангелы Господни посланы служить христианам. Посланники неба отправляются к тем, кому предстоит унаследовать спасение. Никогда не колебайтесь и верьте, что у Бога есть ангелы-хранители, но не пренебрегайте этим. Лучше молитесь ежедневно. «Отец, когда мои дети далеко от меня, наблюдай за ними и стань для них стражником. Пусть зло, опасность и несчастные случаи не коснутся их». Мы часто попадали в аварии. Однажды вышел из строя двигатель нашего самолета. Я верю, что Бог хранил нас благодаря завету Мицпы. Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего учения, и прошу вас, пожалуйста, послушайте объявления о новой продукции и смотрите наши свежие, восхитительные выпуски. Я скоро к вам вернусь. Пэрри Стелл написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Пэрри ответил на эти вопросы. Есть ли ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Пэрри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны. Узнайте в 19 главе бытия о том, как ангелы появляются в облике людей. Пэрри включил в издание 21 вопрос об ангелов, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Пэрри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Пэрри, как отразить самые жестокие нападения сатаны. Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Пэрри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. Давайте поговорим о предложении, о книге, в которой 85% новых данных. Читатели, которые делали обзор моего издания, сказали, что это одна из лучших книг по данному вопросу. Закажите мою книгу в рамках программы «Фестиваль Манн». Книга продается и в магазинах. Там есть глава о том, что ангелы являются благословением для брака и помогают найти спутника жизни. И все это есть в Библии. Так что я обращаюсь и к нашим одиноким телезрителям. Эта глава из книги пригодится вам. Позвоните нам, купите книгу сегодня. Мы отправим ее вам и оставьте отзыв о ней. Дорогие друзья, я также напоминаю вам, что мы входим в особый сезон голосования, и наше служение «Фестиваль Манн» не дает советов, за кого именно отдать голос. Но благодаря пророчеству мы знаем, что есть две разные Америки. Вам нужно выйти из своего привычного места и прибыть в избирательный участок, отдать голос, чтобы определить, какой будет Америка. Я не буду вдаваться в подробности, ведь вы осведомленные и мудрые люди. Вам нужно отдать свой голос. Пожалуйста, не отсиживайтесь. Вам просто необходимо принять важное решение примерно на следующие два года. Обратите внимание, какую Америку вы хотите видеть, такую и получите. Партнеры, друзья и зрители фестиваля «Манны» в США. Не забудьте проголосовать. А теперь, дорогие братья и сестры и уважаемые телезрители, на вашем экране вы видите названия городов и общин Соединенных Штатов, где я буду выступать, где станут проводиться богослужения с моим участием, а также даты литургии и ссылки на веб-сайты, которые помогут вам сориентироваться в данных населенных пунктах, чтобы найти нужную конгрегацию. Пожалуйста, запишите всю информацию и приходите. Будет интересно. Я с нетерпением жду вас. Зайдите на мой сайт, чтобы получить данные. Там вы найдете все требуемые телефонные номера и адреса мест, куда я приеду. Братья мои, спасибо за возможность делиться истинной с вами. Уважаемые зрители фестиваля «Манны», проживающие не в США. Мы весьма изумлены количеством нашей аудитории, которая слушает нас за пределами нашей чудесной Родины. Это Россия, Украина, Израиль и некоторые арабские страны. Мы хотим сказать, что для нас честь принять от Бога возможность вещать о Евангелии о вашем регионе. Вот что самое важное. Мы получаем истории от бывших неверующих, атеистов и агностиков, которые приняли заветное отношение с Иисусом Христом. Бог послал Господа Христа, чтобы предложить всему человечеству новый завет, дающий новую жизнь. Чтобы вступить в этот завет, поверьте, что Иисус — это Бог. Следуйте за Ним и служите Ему. Молитесь Богу. Говорите так, «Иисус, я верю в Тебя. Войди в Мое сердце и жизнь. Спаси Меня и прости Мне мои грехи. Помоги идти за Тобой». В некоторых странах мало церквей, но через интернет можно смотреть проповеди и учения, которые помогут возрасти в Боге. Помолитесь Богу сейчас. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok